Но не только памятниками старины знаменита наша столица к титулам «Зеленая столица». Город музыки ЮНЕСКО вполне можно добавить и титул «Столица спортивной». С этим наверняка не будет спорить наш сегодняшний гость, вице-март Таллина Вадим Белобровцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, хочется начать с цифр. 6,5, даже более 6,5 миллионов евро на поддержание занятий спортом – это внушительно. Да, это на самом деле серьезная сумма. И ежегодно Таллинн выделяет несколько миллионов на занятия спортом наших детей, нашей молодежи от 7 до 19 лет в самых различных клубах и организациях. Эта мера, в общем-то, касается более 22 тысяч человек, а также более 500 тренеров. То есть, в принципе, мы поддерживаем спорт очень активно, рекордными суммами. И в этом году, что немаловажно, мы впервые за несколько лет подняли так называемые подушные или поголовные деньги. То есть, ту сумму, которая выделяется каждому клубу на каждого ребенка, на каждого молодого человека, который спортом в этом клубе занимается. Если до сих пор, уже, по-моему, с 2017 года эта сумма составляла 200 евро, то сейчас это уже 220, то есть 10-процентный рост. И я думаю, что это, в принципе, должно помочь клубам, в том числе и пережить достаточно тяжелую ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается. Надеемся, что эта мера, среди прочего, поможет предотвратить сокращение молодых людей, которые занимаются спортом. В последние годы в Таллине очень много прошло различного уровня соревнований, мировых, европейских. Это очень почетно, это очень здорово. И теперь у нас на очереди теннис. Да, это на самом деле было интересное предложение, которое сейчас получила Федерация Тенниса Эстонии провести в Таллине или в Эстонии. Но я думаю, что в любом случае это будет в Таллине, если будет теннисный турнир категории WTA 250. Это означает, что призовой фонд этого турнира не менее 250 тысяч долларов. Это не самый такой крупный турнир, но тем не менее это, в принципе, все равно турнир высшей пробы. И, конечно же, мы эту идею поддерживаем. Здесь, я думаю, ни у кого нет вопросов, что Таллин хотел бы получить право проведения такого турнира. Естественно, один из главных вопросов это финансирование, поскольку Федерация Тенниса Эстонии сама, естественно, такие суммы вложить не может. То здесь все смотрят в сторону государства, смотрят в сторону, в том числе, и города Таллина. Частные спонсоры должны быть задействованы. Но я думаю, что это того стоит, потому что это действительно очень престижный турнир. И я думаю, что это, среди прочего, во-первых, привлечет сюда достаточно много зрителей. Приедет достаточно много спортсменов. И, в том числе, конечно, это еще одна дополнительная такая реклама Таллину, как действительно одной из спортивных столиц Европы. С этим сложно поспорить, поскольку мы действительно проводим достаточно много самых разных спортивных мероприятий, в том числе и международного уровня, в том числе и самого высокого уровня. Давайте вспомним некоторые из них. Далеко за примером ходить не надо. Буквально в январе у нас прошло два крупных турнира. Это чемпионат Европы по фигурному катанию в ледовом холле Тонди Раба. И сразу же последовавший за ним турнир четырех континентов, который вообще впервые прошел на территории Европы. Здесь просто интересно то, что четыре континента – это значит все, кроме Европы. Потому что чемпионат Европы проводился заранее. И, соответственно, традиционно этот турнир проводился где-то за пределами Европы. Но коронавирус унес свои коррективы. И если изначально этот турнир должен был проходить в Китае, китайцы отказались от его проведения. И поскольку у нас уже чемпионат Европы должен был в Таллине пройти, то сделали предложение нашей столице провести еще и этот турнир. Поэтому впервые в истории этот турнир прошел в Европе. И, конечно же, это очень престижно тоже. Ну и в целом у нас в этом году будет более 90 турниров самого высокого ранга. Будь то чемпионаты Европы и мира, молодежные, взрослые. Будь то этапы Кубков мира и прочее. И на самом деле мы постепенно начинаем снова выходить на доковидный уровень. По уровню и по количеству самых разных спортивных соревнований. Хочется надеяться, что так оно будет и дальше. Спасибо большое. Будем ждать. И, кстати, ждать осталось недолго. Окончательный ответ на предложение провести в Таллине теннисный турнир мы должны дать к 18 февраля. В случае позитивного решения первый таллиннский турнир WTS состоится уже этой осенью. И судя по интервью вице-мара Вадима Белобровцева, вполне может быть, что Таллинн станет еще и столицей тенниса.